Предлагается досрочно прекратить полномочия главы города Барно Сергея Ивановича Дугина в связи с его составкой по собственному желанию. На формальную процедуру Сергей Дугин не пришел. Единогласное голосование и точка в его истории как главы города. Имя следующего мэра узнаем через полгода. Такова процедура. На выборы вряд ли стоит рассчитывать. Есть всегда риск, если человек выбирается прямым выбором, прямыми голосованиями. Но он может быть человеком интересным, харизматичным, но не факт, что он будет профессионалом. Больную для барнаульцев тему генплан города сегодня закрыли. Барнаул разделят на 7 районов. Каждое писали еще раз. Казалось бы опять формальность, но это привело к дискуссии. Например, некоторым не нравится обилие земель с особым статусом. В соответствии с действующим генеральным планом, северо-западный планировочный район является основным районом многоэтажной застройки, предусмотренной на свободных территориях. Проектом генерального плана данные территории резервируются только на перспективу, с учетом действующих зон с особыми условиями использования территории. Присвоили большинство материалов гриф секретно и для служебного пользования. Как мы, депутаты, можем утверждать документ, не зная его содержания? Этот недостаток базовый. Он не позволяет, так скажем, депутатскому корпусу полноценно погрузиться во все аспекты планируемой жизни города. Хоть пиариться на этом вопросе, нужно принимать документ, важный, стратегический, динамичный документ. 5 против, 31 за. Власти обещают скоро создать рабочую группу и смотреть уже детально. А с вопросом лишения мандатов Вячеслава Перерядова, Александра Лисицына, Алексея Мерколова, несмотря на судебные решения, в городове не спешат. Напомним, в декларациях о доходах депутаты скрыли сведения об имуществе, на что им указала прокуратура. Но, к примеру, Алексей Мерколов заявил, что сам слагать себя полномочия не будет. Своё нарушение он называет недоразумением и считает не стоящим таких мер. Только у муниципальных депутатов единственная мера ответственности – это лишение полномочий. У всех остальных депутатов есть альтернативные меры ответственности. Это, как минимум, уже несправедливо. К тому же, одно дело, когда это касается каких-то нарушений действительно серьёзных, но за это есть и уголовная ответственность, это немножко другое. Вот, здесь идёт речь о технических каких-то ошибках. В Алтайском крае отсутствует законодательный акт, регулирующий порядок принятия решений о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, мер ответственности. Против. Городские депутаты против и будут тянуть время, пока краевые парламентарии прорабатывают закон об альтернативных формах ответственности для депутатов. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. День с толком.